Привет рыбаки! Ну наконец пришло время в нашей передаче удочки с поплавком. Много времени провели с донной рыбалкой, был спиннинг и в процессе позабыли, что есть удочка с поплавком. Сегодня выбрал очень интересный водоем. Таких в Литве есть немало. Это старая плотина. Она построена примерно 50-40 лет назад. И в те далекие советские времена здесь активно разводили рыбу. Это линь, карась, карп. И слышал, как местные говорили, что в каком-то году здесь даже удался нерест карпа. Ведь как известно, что карп в Литве чаще всего не размножается, потому как ему нужны особенные условия, чтобы в конце мая и в июне температура воды была 25 градусов тепла. Но местные говорят, что все же им нерест удался. Не знаю, сколько в этом есть правды, но что они здесь есть, это точно. И сегодня моя цель – карась, карп и линь. Кто в это время года сюда приплывет и заинтересуется моими приманками, о всем этом сегодня в передаче. Сегодня прикормка, конечно, будет предназначена для этих трех рыб. Это универсальная приманка, предназначенная для карася, карпа и линя. Сегодня выбрал желтый оттенок. Не хочу, чтобы приплыла в мелочь. Как известно, что маленькие рыбки пугаются светлых пятен на дне, потому как становятся легкой добычей для хищников. А рыбы побольше, таких вещей не пугаются. И им как раз можно накрыть такой столик, поляну, сделать дорожку из еды. И они на него обязательно среагируют. Итак, 3 килограмма желтой приманки для линя и карася. И сегодня выбрал одну приманку с запахом шоколада и карамели. Также сегодня буду увлажнять жидкостью с запахом шоколада. Дадим ребятам сладостей. Мои любимые сухари. Ну и смесь трех зерен. Это кукуруза, пшеница и конопля. Вот такой вот сегодня заряд для нашей рыбы. Приманки сегодня надо немало, потому как надеемся дождаться больших рыб. Если бросите только несколько пучков, то эффект будет нулевой. Соберется малышня, и никакого результата не будет. Так, база есть. Для ароматизации ложим запах шоколада и карамели. Хороший. И не пожалею всю баночку шоколада. Сделаем им жизнь сладкую. Как всегда, оставляем, чтобы разбухло. Через 15 минут приманка будет готова, и останется только положить дополнение. Это разноцветные сухари и зерновую смесь. А теперь пойду искать и выберу дальность для своей рыбалки, куда буду бросать прикормку. Просканирую дно, сбалансирую поплавок и начну кормежку. Попробовал просканировать дно с поплавком потяжелее, 12 граммов. Но вижу, что мне для рыбалки такого тяжелого поплавка не надо, потому как здесь глубина около 2,5 метра. Ветер совсем не сильный. Так что здесь удобно ловить с поплавками, которые цепятся с помощью шпильки. Можно быстро менять. И я вешаю 10 граммов. Кралусо Арл поплавок. Он сам весит 10 граммов. А молот вешать надо где-то 3-граммовый. А вся остальная балансировка, о которой мы многократно говорили в наших передачах, делаю с подвижной трубочкой. И уже в процессе толкаю трубочку и смотрю, чтобы мой поплавок стоял вот так вот. Мы еще его украсим антенной, чтобы было лучше видно. Это специальная антенна. Ну вот, поплавок готов. Глубина измерена. Наверное, за это время и приманка вполне набухла. Дополним добавки и начнем стартовую кормежку. На сухари не поскупимся. Зальем всю коробку. Ну и еще немного растительного происхождения добавки. Приманка в самом деле. Выглядит интересно. Кукуруза обмотана сухарями и пропитана шоколадом. Должно понравиться. Заброшу сразу около 80% при кормке, потому как ловлю в мелководье. Ну и линь. Карась и карп не очень любят шум. Лучше попозже я из рогатки настреляю еды. Кукурузы и пшеницы. А вот сейчас положу прикормку на дно. Пусть она помаленьку распадается на дне. Делаю клубки потверже, потому как здесь водоем становится уже. И тут есть небольшое течение. И она мою прикормку помаленько будет растворять. Основную массу прикормки положил на дно. Но еще немного покрошить сверху кукурузы, пшеницы и конопли. Это не помешает. Рыба это точно заметит. Итак, первая партия приманки ложится на дно, чтобы было как можно меньше облака, меньше мелочи. Ну и сверху стоит настрелять, поскольку тонущая в воде кукуруза привлекает рыбу. Ну а приплывшие малявки кукурузы точно не проглотят. В самом деле, этот водоем является довольно сложным. Он бывает либо щедрым, либо можно остаться ни с чем. Интересно, как все пройдет сегодня? Сначала решил попробовать на личинку мухи. Не клюет. Надо что-то делать. Пусть идут зимовать. Не клюет. Попробуем на червяка. Для польского червяка надо очень острого крючка. Его проткнуть трудно. Не каждому крючку дано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова О, первая рыба. Ничего странного. Представился красавец. Ничего. Не надо унывать. Думаю, будет и побольше. Все-таки червяк сегодня не идет. Наденем комбинацию с личинкой мухи. Попробуем пеллеты. А вот такую красоту. Ну вот, первая такая. А вот и карась. Только вот добавил красную клубничную пеллету и сразу карась. Пеллета комбинация мухи начинает давать какие-то результаты. Как говорили раньше, ладончатый. Надо придумать что-то поинтереснее. Пеллета с личинкой мухи – это только маленькие карасики. Надо попробовать пеллета с кукурузой. Моя любимая комбинация – это флаг Германии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И снова здрасте. Карась. Все ясно. Кукуруза пеллета, кукуруза личинка мухи, карасики. Нам эти караси не показатель. Ого, какой ветер. Даже несет мой сачок. Ну где же мой линь? Они не любят такого ветра. Наверное, в самом деле, вся фишка в тонущей наживке. Она притягивает пока только молодняк. Надо попробовать только комбинацию из пеллет, чтобы приподнять над водорослями. Может, тогда будет лучше видно большим рыбам. И тогда они будут хватать активней. Ну вот, такая комбинация. Погнали. Опа! Это, наверное, то, чего ждал все время. Карп. И совсем не маленький. Вот комбинация трех пеллет. И первая, приличная добыча. Сегодня я не ожидал, что поймаю карпа. О, какой красивый дикий карп. Разноцветный. Ну вот, все отлично. Все отлично. Прекрасно закидывается поплавок. При таком ветре летит, как стрела Робин Гуда. Очень удобно. О, наверное, карась. Здесь уже пассажир посерьезней. Смотрим, что мы тут имеем. Мы имеем чесночную пеллету. И, как вижу, комбинация с чесночной пеллетой больше караси. А клубничная — меда. Фруктовая — тогда карпы. КОНЕЦ Я даже не ожидал. Сколько здесь часов. Рыбалку начал в 4. Солнце еще довольно высоко. Теперь примерно пол седьмого. И клев стал очень активный. Думаю, на это повлияло, что успокоился ветер. Здесь, где рыбачу, нет ни одной волны. А это переменчивое направление ветра. В одну сторону, в другую, то кругами ходит. Линь этого не любит. Хотя я сегодня и надеялся поймать здесь линя и одного другого карася. Но в самом деле, таких карасей не ожидал. Но попадался здесь один другой. Так грамм на 200. Но таких, почти килограммовых, я не помню, чтобы здесь ловил. Я радуюсь за производителей лесок. Кралусо изобрел вот такую леску. Что мне в ней нравится? Она цветная. Не надо никаких маркеров. Привязал красный. И рыбачу в том же самом месте. Ни тебе сотрется, ни тебе смоется. Расстояния одинаковые. Сегодня, наверное, не буду больше добавлять добавки животного происхождения, потому как меня сегодня терзают маленькие караси. Да, караси не монстры, но очень хорошие, спортивные. Еще хотел напомнить о поплавках, предназначенных для дальних бросков. Сначала выбрал 12 граммов. Потом, когда ветер утих, надел полегче. 8 граммов. 10 граммов. Потом опять 8 граммов. И вернулся на 12 граммов. Это и есть большое удобство, когда можно поплавки так легко менять во время рыбалки, не меняя системы. Поплавок крепится на такую шпильку с дырочкой. Она легко двигается. Цепляется очень просто. Цепляешь, меняешь молот, ну и также можно регулировать его подъемную мощность с помощью дополнительных молотов, которые есть рядом с корпусом, и трубочка. Здесь есть градация до 1 грамма, Так что с помощью трубочки тоже можно регулировать его грузоподъемность. Его можно до грамма сделать легче или тяжелее. И таким способом достигнуть нужного баланса, чтобы поплавок стоял так, как надо. Если волна побольше, бросайте дальше, чтобы лучше видно. Можно даже снять трубочку и поставить вот так. Так что дополнительная антенна также снимается и надевается. Поплавки хорошие и интересные. Вес поплавка находится внизу корпуса. Это значит, что его бросок очень точный. Поплавок не блуждает в воздухе, а летит очень быстро и точно. Его корпус как мячик гольфа с углублениями, и это улучшает его аэродинамические качества. В самом деле, очень умные поплавки. Так говорят его производители. С ними на рыбалке можно много чего делать, по-разному лавировать, менять конструкции и таким способом найти самый подходящий вариант для стоящей погоды. Субтитры создавал DimaTorzok А вот здесь, красавец, что надо. Наверное, если специально поехал бы ловить карпов, но не поймал бы. Ориентировка моя была на линия и карася, но с помощью приманок и наживок приманили и карпов. А наша передача понемножку движется к концу. Выводы. Что на рыбалке надо иметь наживок побольше, кормить поактивнее, само собой, само собой, броски делать в одну и ту же точку и менять на крючке наживки, потому как аппетит рыб меняется на дню много раз. Как сами видели, они сначала клевали на дни пеллеты, потом на другие, на одну комбинацию, то на другую. В общем, надо экспериментировать. От этого рыбалка становится интересней. Сегодня передача закончилась. Встретимся через неделю в это же время. Пока!